Что вы видите сегодня на поле боя, и что, на ваш взгляд, будет завтра и послезавтра в этой страшной войне? Вот мы видим, что Соединенные Штаты наконец приняли пакет помощи Украине, он большой, довольно-таки большой. Мы не знаем, насколько он реализуем сейчас, сколько уже вооружений пришло, сколько еще придет в ближайшее время. Но мы видим, что нашим войскам тяжело. Русские давят, они захватывают населенные пункты и близки к захвату Часового Яра, о чем говорят представители нашего ГУРа. Какой вы сегодня видите линию фронта? Линия фронта сейчас не статична. Вот вы и сказали, что ждет, изменится в течение одного-два дня. Дело в том, что из-за того, что у вас затяжная война, та же неделя, это не те временные рамки, как будто в этой войне что-то может весомо измениться. Да, они будут давить, есть точки приложения усилий, куда россияне прилагают все свои усилия, все свои авиационные компоненты, все свои артиллерийские средства. Это несколько направлений на ЛИФ, это как раз направление Покровское, это как раз Часов Яр. Возможно, я хотел бы ответить на ваш вопрос, что давайте раскроем всю сущность этой войны, чтобы наши зрители поняли, что неделя, две, даже три, это не критично судьбе этой войны. Дело в том, что вот та помощь, которую, как вы говорите, что вот американцы дают, вне рамок этой помощи идет дополнительное оружие. Вот я вам приведу два примера. Во-первых, атакамсы пришли вне рамок этой помощи. Вне рамок, вы считаете? Вне рамок, вне рамок. Эта помощь была до объявления, как бы, сенатом помощи. И второй этап. Скажем, вот никто не анонсировал, что итальянцы вам предоставляют бронемашины. Но буквально несколько дней тому назад у вас в поле боя была уничтожена итальянская бронемашина. То есть не все надо связывать с помощью, но максимальный объем этой помощи – это месяц, два, три. Когда украинская армия до такой степени насытится средствами огневого поражения, это касается и систем ПВО, это касается и необходимых артиллерийских боеприпасов и дальнобойных средств поражения, что вы, да, вы сможете даже не столько защищаться, сколько активно уничтожать вашего противника и в некоторых местах как бы продвигаться вперед. Сейчас ситуация сложная, но это не угрожающая ситуация. То есть возможности вашего противника ограничиваются 300 метров в день. Армия 500 тысяч. Ее возможности. В двух деревнях продвигаться по 200 и по 300 метров в день. И то из-за того, что вам не хватает артиллерийских снарядов. А артиллерийские снаряды вам уже стали как бы прибывать. Но из-за того, что вот я не знаю, сколько, скажем, у вас будет через три дня, сколько у вас будет через семь дней, мне вам будет сложно сказать, что, скажем, через две недели вы как бы не то, что вы фронт стабилизируете, вы будете предпринимать такие как бы масштабные огневые удары, что вашему противнику станет не особо как бы уютно. Но надо понимать, что вот такой момент, который недели, два, три, он может длиться, когда украинских сил будет недостаточно, чтобы вот эти, в очереди на 25-тысячная группировка наступать. Вот чтобы полностью остановить наступление этих нескольких бригад, ну, нужно, конечно, нужно очень много боеприпасов, нужно очень много артиллерийских снарядов. И они на подходе, они приходят. Это не только американская помощь, это и чешская инициатива, которая как бы вот уже к середине мая уже должна подойти. Поэтому вот как бы вам нужно потерпеть две-три недели, и вам будет намного комфортнее, как бы и со всеми вытекающими отсюда последствиями. Давайте разберем возможности Атакамса, и как будут, на ваш взгляд, украинские вооруженные силы применять Атакамсы? Будут ли они бить, например, не только по Крыму, но и по территории России? Скорее всего, американцы все еще не разрешают вам применять ракеты, Атакамс по территории России. Но основные цели Атакамсов – это системы противовоздушной обороны, такие системы, как С-300, С-400. Одна система С-300 современных модификаций в состоянии взять по-своему. Одной контроль зону радиуса 400-500 километров. Вы представьте, какая это площадь, да? Вот это самый лакомый кусочек для Атакамсов. Но вам же американцы не разрешают стрелять по общепринятым границам Российской Федерации. А вот с Крымом вы уже поработали, неплохо поработали, как раз таки вот по типовым целям, С-300, С-400. Это верифицированная информация, спутниковые снимки подтверждают, что как минимум, если брать за последние 6 месяцев, то можно смело сказать, что 2-3 батареи С-300 и С-400 уничтожили. Но для того, чтобы ваша авиация эффективно работала в Восточной операционной зоне, нужны удары по Российской Федерации. А вот этого пока вам как бы не разрешают. Я поэтому говорил, что и настаивал, что украинской армии нужно доводить до ума ГРУМ-2. Это аналог Атакамса и Скандера. Говоря о самолетах F-16, когда вы ожидаете их прибытия, и что они могут теоретически и практически дать украинским вооруженным силам? Очень хороший вопрос. Некоторые люди думают, что F-16 взлетит с Румынии, придет сразу же, не совершая посадку, переместится в Восточную Украину, собьет 2-335-х, потом придет и сядет на территорию Украины. Это не так. Это не так. Давайте вспоминать, сколько раз, и даже кинжалами атаковывали аэродром Староконстантиновка, где базируются носители ракет Шторм Шадеус, Скальп Энджи. То есть, надо понимать, что F-16 придут, когда будет готова инфраструктура. А что такое инфраструктура? Вот это как бы тяжелое советское наследие. Вот даже до сих пор российская армия не использует ЖБУ, железобетонные укрытия. Самолеты должны находиться в железобетонных укрытиях, которые их защищают от ударов различными средствами поражения. Под землей? Это не всегда под землей. Это очень редко, когда под землей это делают, потому что, ну, как бы из-под земли есть выход, даже не обязательно уничтожать это, можно уничтожить выход, и самолет как бы останется там. В некоторых случаях это привлекают страны, где это позволяет ландшафт. Скажем, гора, в горе там делаются отверстия, и самолет заходит туда. Вот это да, это можно сделать. А так, чтобы, скажем, 10 самолетов были под землей, и был один выход, ну, одно высокоточное оружие, по выходу, и все, самолеты остались там. Не всегда, не всегда, но железобетонное укрытие – это факт. Это первое. Во-вторых, я думаю, что для прикрытия одного аэродрома, который будет базироваться, скажем, 20-16, нужно будет один Петри и одна противовоздушная система средней и малой данности. Это плюс к тому ПВО, что вы сейчас имеете. Кроме этого, кроме этого, из-за того, что советская и российская военная наука, она и массово не использовала воздушную операцию. Воздушные операции это ставили в угловой угла натовцы. Вот, скажем, взять операцию Югославии. Они же все из воздуха взяли. Ни один сапог натовского солдата к границу Югославии не переходил. Вот представьте, насколько там масштаб, какой это уровень, что, скажем, одновременно в воздухе находятся 100, 200, 300 самолетов. Они координируются, им удается цель указания, кто-то перехватывает, кто-то атакует. То есть натовская техника не потерпит партизанщика. Вы не сможете в 16-м, как в 125-м, подкраться к границе и бросить две неуправляемые ракеты по окопу противника. Это совсем другая философия. То есть, если даже в 16-м пришел и сел в ЖБУ, стоит в Украине, у него есть ПВО, нужно будет изучить обстановку, изучить методы и способы борьбы, необходимые силы и средства и разрабатывать воздушную операцию. Вне рамок воздушной операции в 16-м может подниматься в воздух из положения дежурства в воздухе. Когда бывает налет крылатыми ракетами, то летчик тогда задания нет, он прибегает, садится в кабину, взлетает ему в воздухе, дают цель указания, он подлетает, уничтожает. Все остальное – это воздушная операция, которая намного сложнее сухопутных операций. А вот то, что советская и российская наука этим не особо углублялась, не видела нужды. Поэтому тут еще будут пробы пера, будут различные учения, различные вещи, чтобы все это состыковать, чтобы куда можно будет выдвигаться, где будут стоять хайморсы, которые будут уничтожать выявленные средства ПВО. То есть это все, как бы, я сказал, что не надо ждать, что F-16 перейдет к границу Румынии, и все, российская авиация дашь. А что касается его реальных возможностей, вот мы не знаем весь пакет. Вот ту же самую, весь пакет мы не знаем. Сколько самолетов придет, вы не знаете? Нет, скорее всего, меньше эскадриль дадут, это уже несерьезно. Меньше 12 штук – это уже несерьезно. Это уже несерьезно, даже начинать не стоит. Но, но, давайте поговорим не о возможностях самолета, а о возможностях его бортового оружия. В наше время вооружение – это основа мощи любой воздушной платформы. Мы не знаем весь пакет средств поражений, которые выделяются к этому в F-16. Мы знаем, что к нему, вот уже идет модернизация, французские хамеры, очень хорошо показали. Но вот будут ли к нему, скажем, крылатые ракеты большой дальности на 300 километров, на 400 километров, будут ли у него последние модификации ракеты АМ-120-Д, которая летит на 200 километров. То есть, F-16 за 150 километров от линии фронта будет находиться в состоянии дежурства в воздухе и будет клепать все воздушные средства противника, начиная от Орлана и доходя до самолетов, которые подкрадываются, чтобы бросать там ракеты. То есть, очень сложно в этих условиях сказать. То есть, F-16 с ракетами АМ-120-Д, это почти что истребитель пятого поколения. Без этих ракет, когда стоит, скажем, АМ-120, и там есть различные модификации, С-1, С-20, он будет стрелять ракетами на 100 километров. И без соответствующей подготовки его могут уничтожить истребители С-35, либо МиГ-31, у которых ракеты на 200 километров. Но, правда, для этого нужно целеуказание, но целеуказание сейчас не очень легко, а 50-е уже не летают, радары летающие. То есть, возможно, дуэльные ситуации. Поэтому, давайте дождёмся, сколько F-16 вам дадут, сколько и какие ракеты вам дадут, и мы будем знать боевой потенциал этих самолётов. Но, но, 12 F-16, с любыми ракетами малой и средней тальности, это кратное увеличение ваших сил противовоздушных оборотов. Он будет усиливать воздушную компоненту ваших сил противовоздушных оборотов. Потому что, благодаря своим лучшим радарам, они будут очень эффективнее сбивать шахеты, крылатые руки. То есть, повысится эффективная возможность ваших ПВО. А вот по наземным целям, из-за того, что я сказал, мне сложно будет судить его возможности по наземным целям. В последнее время и в России, и в Украине активно говорят, да и в мире тоже о том, что Россия перейдёт в наступление в конце мая, начале июня. Верите ли вы в большое наступление России? Ну, как бы тут верить, не верить, мы стараемся как бы работать с фактами, цифрами. У них нет дополнительного. Вот я говорю, в очереди они 25 тысяч напрягаются, и как видим, мы их темпы наступли. То есть, нужно где-то 70, 100, чтобы даже вот проводить операцию оперативно-тактического уровня. А на Харькове это не операция оперативно-тактического уровня. Нам нужно будет хотя бы 150 тысяч. Но нет этих войск. Вот этот вопрос меня самого мучает. Все говорят, говорят, ну где войска? Эти же войск нет. Но сейчас вот Часов Виар, это вот сейчас перспективное направление для них. Вот Покровское, вот там перспективное направление для них. Хорошо, если есть у них, скажем, лишние 50 тысяч, ну пускай вливают туда, развивают наступление. Но нет на стороне у них пульс, который они могли бы для этого задействовать. Скорее всего, тут, знаете, вот как бы, ну не знаю, может, там есть то, чего я не знаю, потому что я как бы питаюсь средствами массовой информации. Но я нигде как бы и усиленно ищу, смотрю, но я нигде даже там 70 тысяч, где у них лишние где-то есть в стороне, я не могу это увидеть. Ну, харьковчане переживают за то, что русские могут пойти захватывать Харьков. Могут ли они начать захват Харькова и верите ли вы в возможность захватить Харьков? Нет, я в такую возможность не верю. Потому что, как я сказал, нет дополнительных армейской военной группировки, которая бы смогла осуществить операцию оперативного уровня. это лишние 150 тысяч сапогов минимум и как бы прорваться обоим к Харькову. А что, Россия не может набрать эти 150 тысяч лишних? Им же элементарно, они же покупают их. Ну, если наберет, мы же это будем знать, Дмитрий. Но не набирают пока. То, что они набирают по 30-50 тысяч каждый месяц, это их не потери возмещает. Раненые, убитые. Нет аккумуляции. Нет роста количества российской армии. Но они и так не смогут. Нужно будет хотя бы частичная мобилизация. Для того, чтобы больше 100 тысяч, 150 тысяч набрать, нужна будет частичная мобилизация. Беда Харькова другая. Харьков с воздуха ракетами разносит. А сухопутная операция перезисчатся и в перспективе двух недель, это сценарий низкой вероятности. 5-10% вероятность. Больше не дал. Харьков разносят ракетами, кабами активно. Просто разносят. Да. А что можно сделать, чтобы остановить это варварство в 21 веке? Возможно, 5 леты вам смогут помочь. Возможно. А вот с кабами, это вам надо бы поработать. Свои С-200, как бы, активнее использовать. Ф-16 тоже, как бы, могут помочь. Потому что дистанция сброса, это вот сейчас еще и эти планирующие боеприпасы сделать с реактивным двигателем 90 километров. Но этих у них мало. В основном, бомбы с этими, с крылышками, вот их сбрасывают на 50, на 70 километров. То есть, вот, еще один санкт-петербан на подходе. Итальянцы из Словении вытащили на подходе. И вот если ПВОшники будут, как бы, помудрее, не посеют, как в прошлый раз, Петрию, то на фронте очень будет сложно летать. Засада за засадой, засада за засадой, как делали раньше. Вот так можно, можно будет, намного, как бы, увеличить это, вот, давление именно авиационными бомбами. Благодаря авиационным бомбам сейчас российская армия наступает. Вы просто, как бы, ломают, просто от линии фронта ничего не остается.